МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Контроль за соблюдением самоизоляции". В регионе начал действовать интернет-сервис карта жителей Нижегородской области. По новым правилам православной церкви выпустили инструкции по проведению таинств во время карантина. Помощь одинокопроживающим пенсионерам. Центр социального обслуживания набирает волонтеров. Далее расскажем обо всем подробно. Главный мобильный инструмент в условиях полной самоизоляции. С помощью приложения карта жителей Нижегородской области жители региона смогут получить всю актуальную информацию и воспользоваться услугами различных ведомств. Его главная функция дать возможность людям получить разрешение, чтобы покинуть свои дома в случае необходимости. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки. Система находится по адресу nndfiscard.ru. Введя этот адрес, вы сразу попадаете на страницу, которая выглядит вот так. И здесь есть соответствующая кнопка «Оформить заявку на выход из дома», нажав которую, для того чтобы зарегистрироваться в системе, вам будет достаточно мобильного телефона или планшета. Вам придет смс с кодом доступа. Далее портал предлагает оформить заявку на выход на улицу. В рамках ее оформления вам будет предложено пройти самопроверку. Нужно будет честно ответить на два вопроса. Как себя чувствуете и когда были за рубежом? Помните, что введение ложных данных недопустимо. Если вы находитесь в группе риска, система направит информацию в Минздрав. И выходить в этом случае вам строго запрещено. Если все в порядке, появится меню с причинами, которые определены в указе. Пойти в магазин или в аптеку, вынести мусор, погулять с домашним животным. Или получить экстренную медицинскую помощь. Когда система дает разрешение на выход, вы сразу получите подтверждение с QR-кодом. В случае, если вас остановит сотрудник полиции, предъявите ему этот код. Прямо на экране. Он за несколько секунд считает его с помощью смартфона. Отмечу при этом, что пока этот функционал работает только на портале, не в приложении. Но до 4 апреля обновленное приложение будет доступно в Google Play и Apple Store. Для тех, у кого нет компьютера или гаджета с выходом в интернет, предусмотрели помощь волонтеров, человеку нужно будет позвонить по номеру 112 и ответить на вопросы волонтера. После анкетирования человек получит номер заявки, который сможет предъявить в случае проверки. Отдельный раздел отведен для работодателей, которые в этой системе смогут подтвердить право своих сотрудников на перемещение. По состоянию на 2 апреля в Сарове случаи коронавируса не зарегистрированы. 83 человека находятся на карантине под наблюдением медиков. 5 горожан госпитализированы. Эпидемия коронавируса в нашей стране распространяется на данный момент. В России заболело более полутора тысяч человек. В Сарове инфицированных нет. Все усилия властей направлены на профилактику и предупреждение распространения болезни. Один из шагов – дезинфекция автобуса Горавтотранса. Для этой цели мы приобрели соответствующее оборудование, дезинфицирующее средство, которое помимо дезинфекции обладает моющими, чистящими и дезинфицирующими свойствами. Убивают бактерии, грибы, вирусы и микробы. Оно является нейтральным средством, не имеет запаха, цвета. Сотрудники Горавтотранса надевают на себя спецодежду, маски и очки и берут в руки специальные баллоны с раствором и опрыскивают весь автобус внутри. После чего тщательно протирают кресла и поручни. По словам Игоря Кузнецова, обработка транспорта проходит три раза в день – утром, днем и вечером. Что бы хотелось мне сказать пассажирам, чтобы они расплачивались картами, потому что передача денег из рук в руки – это все-таки негатив и может отразиться на здоровье как самих пассажиров, так и моих работников. Также сотрудники Горавтотранса настоятельно просят граждан соблюдать правила гигиены, меньше ездить на автобусах и не выходить из дома без необходимости. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Несмотря на условия самоизоляции, несколько верующих все же посещают богослужения. По словам отца Сергия, церковь по-прежнему остается местом спокойствия и укрепления духовных сил. Храм царственных страстотерпцев продолжает работать с небольшим изменением в режиме. Службу мы утреннюю сделали позже, а вечернюю сделали раньше, чтобы раньше закрыть храм. После обращения святейшего патриарха Московской Весеруси Кирилла в это воскресенье о том, что нежелательный приход православных христиан в помещение храма, в храмы, конечно, сильно сократилось, в разы, можно сказать, сократилось число прихожан, посещающих храм. Поэтому, в принципе, сейчас посещение храма достаточно безопасно, потому что один, два, три, четыре человека посещают утром, столько же вечером, даже еще меньше. После каждого богослужения ручки дверей и все поверхности в храме дезинфицируются спиртовым раствором, помещения проветриваются. Раньше в завершение службы прихожане прикладывались к кресту, теперь его возлагают на голову верующего. Мы должны творить литургию. Господь единожды за нас принеся бескровную жертву и в дальнейшем несет свет людям, утешение, спасение. И мы воспроизводим эту голговскую жертву в храмах, потому что в домашних условиях это делать невозможно и нельзя. И преподаем эту святыню тем, кто, собственно говоря, и спрашивает ее. Священники призывают не впадать в крайности и без особой нужды не выходить из дома. Самоизоляцию стоит воспринимать как еще один повод почувствовать единение с собой, связь со своими близкими посредством молитвы. Многие, я уверен, после карантина, после того, как нас уже покинет эта ситуация, уже к Богу, к вере относиться по-другому. Потому что в этой ситуации человек более познает себя. Потому что это необычная ситуация. Это тогда, когда целая семья затворяется в одной квартире. Возможно, эта квартира даже несоразмерна их количеству. И тогда это тоже является поводом терпения друг друга. Это является поводом к пониманию друг друга. Дистанционные богослужения – неизбежное условие для сохранения здоровья россиян. Все желающие могут прослушивать их на телеканалах и сайтах православной тематики в формате онлайн-трансляций. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Весной любители загородной жизни традиционно наводят порядок на своих участках. Даже в условиях карантина многие предпочли городским квартирам самоизоляцию на дачах. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора предупреждают о недопустимости поджигания сухой прошлогодней травы и бытового мусора. Сжигание сухостоя не приносит пользы экосистеме почвы, а наоборот вредит. Это запрещено и может повлечь за собой уничтожение имущества и гибель людей. Выгрызает очень большая территория, она очень сухая. Поэтому при повышенном ветре ее невозможно остановить собственными силами. Скорее всего, даже будет очень тяжело остановить силами пожарной охраны. Противопожарный режим пока не введен, но в Сарове уже усилили меры по охране лесов. Постановлением главы администрации запрещено разводить костры в лесах, сжечь хворост, траву, отходы, использовать приспособления для приготовления еды на углях. В связи с тем, что многие граждане используют нерабочие дни для отдыха на природе, профильные организации усилили контроль за соблюдением противопожарного режима и указы губернатора Нижегородской области о режиме самоизоляции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Если по кодексу администрации правонарушения предусмотрен штраф или предупреждение, тут уже идет решение, было ли угроза распространения, были ли какие-то отягчающие обстоятельства, тут уже решается охот. Если же статья кодекса не предусматривает предупреждение, то в любом случае на граждан будет штраф. Рейды по отлову нарушителей проводят сотрудники полиции. Они составляют протоколы на нерадивых граждан и направляют документы в отдел пожарного надзора, где уже принимается решение о наказании нарушителей законодательства. Людям старше 65 лет в условиях пандемии рекомендовано оставаться дома. Так старшие поколения пытаются защитить от коронавируса. Это заболевание особенно опасно для пожилых. Чтобы не оставить пенсионеров без продуктов и необходимых медикаментов, на базе Центра социальной помощи набирают волонтеров. Мы планируем доставлять продукты питания и лекарства по назначению врача тем гражданам, которые одинокие, одинокопроживающие, либо чьи дети и родственники находятся за пределами города, и которым нужна помощь данного вида. Если кому-то из них нужна помощь, то следует позвонить по телефону 6-94-41 и 6-94-39 и оставить заявку на доставку необходимых продуктов. Специалисты в течение дня или на следующий день будут связываться с этим гражданином, получать у него средства на приобретение, либо получать заказ на продукты и доставлять им это надо. В Сарове проживают около 3000 одиноких пенсионеров. Своими силами сотрудники социальной службы не справятся, поэтому приглашают добровольцев. Мы зарегистрируем его как волонтера, выдадим временное удостоверение, обеспечим средствами защиты, маской, перчатками и дезинфектантом для рук, и будем передавать такому гражданину заказы, для того, чтобы он выполнял заявки граждан. Пока заявки поступили только от 53 пенсионеров, но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и продлением карантина, возможно, их количество увеличится. Предложить свою помощь в качестве волонтера можно, обратившись в Центр социального обслуживания или зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Ежегодно в России в ДТП погибает около 20 тысяч человек за три месяца 2020 года на дорогах страны произошло более 30 тысяч серьезных аварий. В них погибло 3 тысячи человек, 41 тысяча получили ранения. Чтобы предотвратить и избежать страшных трагедий на дороге, сотрудники правопорядка в целях профилактики проводят акцию «Пешеходный переход». Целью данной операции является не только выявление правонарушения, но и сама профилактика. Ведь даже наличие инспектора ДПС на проезжей части около пешеходного перехода, оно уже дисциплинирует. Как пешеходов, так и водителей, там все средства, они уже начинают меньше нарушать, больше задумываются о безопасности, как своей, так и у других участников дорожного движения. И этим самым достигается профилактика дорожно-трассных происшествий. В 2019 году в нашем городе произошло 37 наездов на людей. 22 человека сбили на пешеходных переходах. Акция призвана напомнить горожанам, что важно соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только в разрешенных местах. С этим для профилактики дорожно-трассных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, и проводят такие акции. Инспектора ДПС будет работать на пешеходных переходах, а также в тех местах, где пешеходами чаще всего совершаются административные правонарушения, а именно переход в проезжей части в неустановленном месте, переход в проезжей части по перекресткам на запрещающиеся на астафоры, ну и в иных аварийно-опасных участках. В планах у сотрудников ГИБДД провести акцию «Нетрезвый водитель». В эти дни Александр Косенков уверил, что сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. О необходимости создания кладбища домашних животных уже несколько лет говорят специалисты Госветуправления. Собаки и кошки для многих становятся практически членами семьи, и поэтому, когда питомец уходит из жизни, люди хотят достойно его похоронить. К сожалению, в городе у нас такового кладбища для домашних животных не существует. Поэтому в основном все делают стихийные захоронения, что противоречит правилам всем санитарным, ветеринарным. Нельзя хоронить животных просто в землю, в неположенном месте. А положенного места у нас в городе пока нет. Вместо этого люди копают могилы в лесу и хоронят животных там. Больше половины из этих собак и кошек чем-то болели. Соответственно, вот мы закопали, чуть-чуть ямку вырыли, положили. Пришло другое животное, унюхало, что там кто-то закопал, отрыло, съело. Это вирусы или какая-то другая болезнь. Можно начать гулять уже среди других животных. Сообщать о нарушениях горожане должны в администрацию. Специалисты могут выписать штраф и заставить перезахоронить. Такие случаи уже были в нашем городе. Пока единственный вариант для владельцев – отвезти тело в приемник и передать сотрудникам ДЭП для кремации и утилизации. Кроме того, ветеринары напомнили о правилах содержания домашних животных в городе. Выгул животных без сопровождения хозяина, говорится, выгулы в неположенных местах – это все запрещено. То есть, если животное бегает даже в ошейнике на самовыгуле, то есть, такое животное имеет полное право отловить. Как говорится, в правилах служба отлова города городского. То есть, а на хозяина должен быть наложен штраф от 500 рублей. Эта проблема стала особенно актуальна в связи с тяжелым положением приемника для животных. У них до сих пор не определен статус. Финансирования также не хватает. Содержать положенные 20 дней увеличена сейчас норма. Говорится, финансово данная аэроструктура не может. Получается, что отлов у нас проводится в более щадящем режиме, чем этого требуют правила. Всех отловленных животных осматривают, перевивают от бешенства, клеймят или беркуют и ставят на учет. В Госветуправлении есть сведения о каждом животном, которое отловили на улицах города. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Практически пустые аэропорты, закрытые отели, горнолыжные трассы, безлюдные улицы в курортных городах. Коронавирус затронул все отрасли, туризм не стал исключением. С 28 марта до 1 июня временно приостановили свою работу в России гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. Отдых за рубежом также приходится отменять. Самое первое, что я хочу попросить всех сказать, не надо впадать в панику. Никогда не было такой ситуации, тем не менее. Ситуация немножко нештатная, тем не менее. Первое, соблюдаем спокойствие, не нервничаем, не слушаем тетя Маша, тетя Клав. И куча фейк-ньюс, которых сейчас буквально обрушилась на все соцсети, это вот просто бич, мне кажется. Вот в теперешнее время все в какой-то истерике непонятной. Просто все спокойно, рассудительно смотреть. Тем, кто должен был лететь на отдых в апреле, туроператоры предлагают перенести отпуск на более позднюю дату. Все суммы задепонированы, в том числе можно забронировать отдых на следующий год. Туры забронированы по выгодному курсу, то есть в любом случае можно рассматривать это как удачное вложение денег. Почему лучше все-таки забронировать конкретную путевку, а не оставить на депозировании? Ну если с туроператором у нас что-то случится, у нас будет на руках путевка, у нас будет следующая подушка безопасности. Это страховая, которая должна вернуть деньги за путевку. В каком объеме, тоже не могу сказать. Они не стопроцентные, к сожалению, как практика показывает. Но тем не менее, что-то вам должны вернуть. Если вы забронировали поездку в нормальном проверенном агентстве, волноваться не стоит. Надо набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Если туристы бронировали отели по России без участия турагентств, сотрудники салона «Бон Ваяж» советуют просить переноса даты. Что касается перелетов по России, туроператоры также рекомендуют подождать официальной информации. Хочется еще, кстати, сказать про тех, кто забронирован на июнь, июль и на более поздние даты. Пожалуйста, не торопитесь. Не торопитесь. Вы денег все равно своих не увидите. В итоге ситуация нормализуется, а вы останетесь без отдыха, и вы успели, кто успел забронировать по хорошему курсу, сидите, радуйтесь. Лучше пусть отменяют официальные власти. Все вопросы, связанные с бронированием путевок в их агентстве, салон «Бон Ваяж» будет оперативно решать дистанционно. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Именно здесь, на дороге номер 203 в сторону 4-го КП в ночь с 31 марта на 1 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель автомобиля «Хюндай Акцент» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с БМВ. В результате ДТП водитель «Хюндай» скончался на месте. Водитель второй машины получил телесные повреждения в виде ушибов конечностей после осмотра врачами, был отпущен домой. Версию озвучивать я не буду, потому что по данному факту проводится соответствующая процессуальная проверка и при ее проведении будут выяснены все обстоятельства произошедшего и будет принято окончательное процессуальное решение. Предполагают, что возможная причина аварии – лысая резина на колесах. Водители раньше времени переобули свой транспорт и не посмотрели на значение столбиков термометра. Также Александр Косенков отметил, что в городе введен режим повышенной готовности с соблюдением особых карантинных мер и условий. Запрещается покидать места самоизоляции, кроме обозначенных причин – ходить в магазин и выгуливать собаку не дальше 100 метров. Вот в данном случае все участники дорожно-транспортного происшествия, они самостоятельно, без какой-либо причины покинули места своего проживания, места своей самоизоляции, что и явилось в данном случае одной из причин совершения дорожно-транспортного происшествия и наступления таких вредных последствий. И я призываю наших горожан все-таки исполнять указ нашего президента, указ нашего губернатора, оставаться дома по месту своего жительства, беречь свое здоровье, свою жизнь, здоровье и жизни своих близких. Не надо без надобности выходить на улицу, садиться за роль автомашины, какой бы она у него ни была, и по какой-либо причине переезжать по улице нашего города, участвовать в дорожном движении. В дни карантина Александр Косенков уверил, что сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Сотрудников библиотеки имени Пушкина коронавирус не пугает. Все свои наработки и мероприятия они перенесли в интернет. Теперь юные читатели смогут на расстоянии участвовать в интерактивных мероприятиях библиотеки. Мы решили, что наше обслуживание, онлайн обслуживание читателей, мы превратим в такое необычное, наверное, мероприятие для наших читателей. То есть в течение всей недели, включая субботу, воскресенье, мы будем предоставлять нашим читателям какой-то интересный контент. На протяжении семи дней сотрудники библиотеки будут общаться со своими читателями дистанционно. Каждый день ребята будут узнавать для себя что-то полезное. Они примут участие сразу в нескольких направлениях – экранизация, библиоэкспонат, мастер-ок, книга у микрофона, прокачай мозг, зато читают, телепортация. Прежде всего, конечно, мы будем говорить о чтении, поэтому один день недели мы будем посвящать громким чтениям, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня родители, которые больше времени будут проводить с детьми, имеют больше возможности для того, чтобы с детьми почитать. О громком чтении, о том, что важно читать вслух, мы постоянно говорим родителям, потому что это действительно очень важно. Мы будем давать варианты текстов, которые можно почитать. Мы будем предлагать собственное прочтение каких-то произведений для того, чтобы показать, что это очень интересная форма работы. Принять участие в акции может любой желающий. И всю информацию сотрудники библиотеки выкладывают в социальную сеть ВКонтакте, либо на официальный сайт. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Международный день детской книги был учрежден в 1967 году. Праздник отмечается в день рождения Ганса Христиана Андерсона. Так люди отдают дань уважения великому сказочнику, создателю волшебных историй для детей. Книга играет очень важную роль в жизни любого ребенка. И поэтому этот праздник, наверное, совершенно не случайно отмечается во многих странах мира, которые заинтересованы, чтобы их маленькие граждане читали. И, конечно, наша детская библиотека, если бы не случилось вот таких форс-мажорных обстоятельств, к этому празднику обязательно бы присоединилась. Потому что у нас есть огромная возможность предоставить современным читателям самые разные книги, в том числе и книги в современных форматах. Сотрудники библиотеки следят за последними тенденциями в мире литературы и стараются удивлять своих читателей самыми яркими новинками. Кроме того, в библиотеке действует акция «Книга Дар». Благодаря ей, в том числе, удалось пополнить фонды интерактивными книгами для самых маленьких. Сегодня это направление интерактивных именно книг развивается очень активно. Но в первую очередь, конечно, они рассчитаны на детей более младшего возраста, потому что мы понимаем, чтобы дети в таком возрасте читали книжки, их нужно увлечь, а увлечь их чаще всего можно сегодня с помощью игры. Поэтому появляются действительно книжки разной формы, книги, которые дают возможность ребенку чему-то научиться. Например, книжки, которые помогают ему научиться завязывать шнурки и застегивать молнии. По мнению библиотекарей, самые необычные книги – это книги с дополненной реальностью. Это комбинация классического произведения с виртуальными компонентами. Эти книги превращают в чтение в захватывающее занятие с элементами игры. Конечно, наверное, самые интересные книги для современных детей – это книги с продолженной реальностью, которые сочетают в себе традиционный книжный формат, плюс какие-то очень интересные для детей компьютерные технологии, которые помогают им, читая книги, например, выходить в интернет, что-то одновременно делать с прочтением книги. Конечно, мы понимаем, что современные дети, они не могут сегодня без цифровых технологий, и наши издатели идут в ногу со временем. В детской библиотеке всегда подскажут, где найти нужную книгу, расскажут об электронных библиотеках, проинформируют о интересной литературе и познакомят ребят с новыми детскими писателями. В дни самоизоляции сотрудники библиотеки приглашают читателей принять участие в акции «Пушкинка дома». Все желающие смогут на расстоянии участвовать в интерактивных мероприятиях библиотеки. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Когда мастер приступает к инструменту, вначале нужно пройтись по всей кавиатуре. Георгий Новиков по специальности педагог по классу фортепиано. Но с детьми не занимается, а предпочел пойти другим путем. Уже более 30 лет мужчина работает в детской школе искусства настройщиком фортепиано. В эту профессию он пришел по стопам отца. Папа работал до меня в этой школе. Но тогда еще это было здание на Мира-17. А получается, что как бы я его сменил. У меня было дома два пианино. Я на них тренировался, как раз обучался настраивать инструменты. И в принципе уже навык был. Небольшой, но был. Главное для настройщика терпение. Настроечным ключом надо действовать аккуратно. Важно не только настроить инструмент. Надо сделать так, чтобы он держал строй. Если настройщик не профессионал в своем деле, то после 5-6 ударов по клавишам звук будет не тот. Сначала настраивается центральная октава. Делается темперация, сводится. Она должна быть настроена без ошибок. Потому что если будет хоть одна ошибка в настройке в центральной октаве, эти все ошибки повторятся во всех октавах. Вверху, в дисканте и в басах внизу. Мое мнение, настройщик становится действительно мастером. После того, как он проработает как минимум 10 лет. На плечи фортепианных мастеров вложится настройка и реставрация инструментов. В идеале срок полноценной службы пианино не должен превышать 50 лет. По словам Георгии, инструменты как люди устают и изнашиваются. В планах у Георгия Новикова совершенствоваться в своей профессии. Мужчина планирует поехать на обучающие мастер-классы в Москву и другие города России. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Традиционный конкурс духовых инструментов детской музыкальной школы имени Балакирева «Весеннее настроение» в этом году прошел в дистанционном формате. Организаторы решили дать возможность воспитанникам учреждения проявить свой талант, не выходя из дома. Каждый участник должен был исполнить пьесу из обязательной учебной программы, записать выступление на видео и отправить его преподавателям школы до 1 апреля. Свои способности продемонстрировали 22 юных музыканта. Несмотря на то, что зрителей перед ребятами не было, волнения не убавилось. Каждый из участников старался удивить жюри техникой исполнения и артистизмом. Оценивали онлайн-выступления ведущие педагоги нашего города. Они выставляли баллы, после подсчета которых определились победители. Из всех конкурсантов судьи выделили выступление Никиты Карипанова. Мальчик исполнил произведение Юрия Должикова «Чувства». По словам педагога детской музыкальной школы имени Балакирева Юлии Синицкой, в условиях карантина дети продолжают заниматься по учебному плану, но уже самостоятельно. Со взрослыми воспитанниками проблем не возникает, они более дисциплинированы и уже владеют основными навыками игры на инструменте. В то время как ребятам из младших классов приходится осваивать базу без преподавателя, которому потом придется переучивать юных музыкантов. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Пшиканье пульверизатора все чаще звучит в квартире Любови Мансуровой. Рассада помидоров и перцев зашла, а это значит, что теперь надо следить за влажностью почвы и не допускать ее пересыхания. Уход за тоненькими сходами должен быть особенно аккуратным и тщательным. От этого зависит будущий урожай. Поэтому каждую свободную минуту Любовь посвящает рассаде. Поливать, где-то подбавить землички. Я не прибегаю ни к каким поливам, что-то покупать, какие-то ядохимикаты. Это ничего, все чистое. Поэтому вовремя полить, перевернуть, если нужно, потому что они тянутся к свету. Садово-огородную опыт у Любови небольшой. Всего шесть лет назад она занялась самостоятельным выращиванием фруктов и овощей. В ее семье дачный сезон начинается не с копания грядок, а с посева семян на рассаду в феврале-марте. Семь рассаду. Стараемся за ней ухаживать. Лелеем ее, чтобы она взошла. Потом, чтобы ее распекировать. Готовим посуду для нее. Все это мы потом землю покупаем. Ну, часть мы, конечно, земли с осени заготавливаем. Очень тщательно Любовь выбирает семена овощей. С учетом особенностей климата и сроков плодоношения. Не всегда и все проходит гладко. Иногда случаются промахи. Любовь анализирует свои ошибки, чтобы в следующем сезоне их не допустить. В прошлом году с рассадой была проблема. Именно у меня. Потому что люди говорили, что у них все хорошо. Но у меня была проблема. Рассаду я посадила, но она плохо сходила у меня. Начинающим дачникам Любовь советует не огорчаться при неудачах, а пробовать новые сорта, менять технологию выращивания, изучать агротехнику и советоваться с опытными огородниками.